Приветствую любителей Москвы! Ну и, пожалуй, самое интересное место для прогулок, самое лучшее, я бы так даже сказал, находится вот именно в районе Ивановская. Ну и не только в Ивановском, в том числе и в Измайлове, но, конечно, прежде всего в Ивановском. Находится вот здесь вот, да, вот, фактически на перечении Измайловского проспекта, вот этого большого Купавинского проезда, это, конечно же, Измайловский лесопарк. Ну или, скажем так, часть территории Измайловского лесопарка, который иногда называют природно-исторический парк Измайлова, но, на самом деле, все-таки это именно не парк, а классический лесопарк, именно лесопарк, с ударением все-таки на слове лес, потому что, на самом деле, здесь действительно огромное количество деревьев, но это настоящий фактически лес, но который все-таки приспособлен в том числе и для прогулок, скажем, таких культурных, да. Здесь проложена, как видите, асфальтирована дорожка, вот она сейчас тут идет вдоль, можно идти вдоль большого Купавинского проезда. Ой, народа здесь всегда много, и тут и с детьми гуляют, очень много любителей скандинавской ходьбы, вот с этими палками, полно велосипедистов, мы еще их встретим по пути, да, на самокатах полно катается, ну, вот на машине, ну, на машину вообще здесь не ездят, но это ведь техническая служба, ну, типа, ремонтная работа, Автодор, вот сейчас мы поворачиваем отсюда, да, вот, в принципе, можно здесь начать эту прогулку, да, то есть от остановки 15-й парк 1, сейчас называется площадь Мазурина, там можно сюда доехать на многих автобусах, метро рядом нету, но, в принципе, не так далеко, в пешей доступности, в общем-то, минут там, ну, 15, да, идти, в принципе, до метро Первомайская, также недалеко и из Майловска, можно через Майловский проспект пройти, ну, также и до Щелковской можно на автобусе доехать, ну, идти далековато, но на автобусе можно доехать, да, и так далее. Даже в Перебреженской площади есть автобус. Вот, значит, как видите, здесь настоящий фактический лес, да, и прекрасные условия для отдыха, много народных тропок, то есть, в принципе, можно не только идти по асфальту, можно и ходить по земле, пожалуйста, но здесь будьте внимательны, потому что это настоящий фактический лес, массив лесной, это не Торлецкая там Дубрава, да, где все фактически просвечивает. Нет, здесь это настоящий лес, поэтому с лесом шутки плохи, и в этом плане, конечно, будьте осторожны, если будете сходить с дорожек. Если пока вы идете по твердому покрытию, по асфальту, вы не заблудитесь нигде, никогда. Ну, по крайней мере, это будет очень сложно сделать, вы всегда сможете выйти, скажем так. Если вы зайдете в глубину, да, туда, за деревья, ну, знаете, лес есть лес, там, конечно, уже можно заблудить совершенно спокойно, просто без проблем, потому что здесь ничего не просвечивает особенно, и углубитесь туда, и все. Поэтому в этом смысле будьте внимательны. Ну, видите, даже некоторые вон бегают с колясками, приучают детей к здоровому образу жизни, в физкультуре. Видите, сам бегает, и ребенок тоже, так сказать, в таком полете находится. Вот такие тоже бывают встречаются. Ну, короче, здесь много любителей физкультуры, просто ходят, руками машут, всякие упражнения делают физически. Очень много тут, и с утра, и до вечера тут практически народ не иссякает. Вообще, считается, это мы сейчас с вами идем по так называемой кольцевой пешеходной велосипедной дорожке, которая опоясывает фактически большую такую территорию, соединяет несколько прудов, прям вот фактически по всей территории Измаловского лесопарка она проходит. И иногда даже некоторые считают, что, ну, собственно говоря, это единственная асфальтированная территория в этом лесопарке. Это неправда. На самом деле, к ней, в общем-то, есть и другие асфальтированные территории тоже. Всякие дорожки, примыкающие к этой кольцевой, так сказать, трассе. Ну, просто она очень большая, она действительно идет по кольцу, поэтому можно, если хотите, в принципе, можно, в общем-то, ну, скажем так, именно пройти ее, именно как кольцевую, скажем, от и до. Вот она многокилометровая, но только тогда уже придется идти не только по району Ивановской, но еще и по району Измалова. Вот. И как бы два района, так вот обвиньте, восточного округа, и из одного района в другой. Ну, и так вот пройтись, соответственно, посмотреть на разные пруды. Вот. Но мы, поскольку идем сейчас по Ивановскому району, то, соответственно, ну, давайте по нему и будем ходить, а дальше там уже, при желании, можно будет продолжить прогулку по Измалову. Значит, тоже будьте осторожны, в смысле велосипедистов, самокачек, потому что иногда несутся здесь на бешеной скорости. Просто на бешеной. Они, конечно, тоже стараются как-то, ну, по крайней мере, многие как-то, понятное дело, быть начеку, да, что, имея в виду, что тут могут быть и дети, да, и вообще люди могут, мало ли что, и старые люди не всегда тоже ориентируются правильно, вот. Но все равно случаи бывают, когда могут избить, и поэтому, ну, что делать, старайтесь просто как-то идти ближе к обочине, потому что здесь, в принципе, что для велосипедистов, что для пешехода, все, по сути дела, одно, все упирается в этот раз. Ну, либо тогда, соответственно, идти уже по земляному покрытию, но это тоже... Не всегда бывает их и возможно, особенно там, когда развозят, да, в дождевую погоду, сейчас дожди прошли у нас, в мае дожди, и, соответственно, конечно, там уже земляные покрытия развезло довольно сильно. Кроме того, также я отметил бы, что здесь нет вообще указателей, вот, что здесь, конечно, тоже обратите внимание, что если перцарицын, там везде указатели, да, да, практически во всех лесопарках, вот, ну, лесопарков тоже, не во всех, конечно, но встречаются. Есть определенные указатели, да, то есть, допустим, метро туда, там какой-то пруд, там туда находятся, стрелки даются, да, это детская площадка, там в той-то стороне, здесь этого вообще нету, вообще нету, поэтому вот, имейте это тоже в виду, что ориентироваться здесь особенно не получится, то есть, поэтому сразу смотрите карту или берите с собой, ну, навигатор, в смартфоне же, в общем, сейчас практически всех есть, вот, скамейки тут есть, ну, скажем так, местами, то есть, есть места, где их вообще фактически нету, да, просто идете, если уж тем более по земляным дорожкам, там вообще никаких скамеек нет, но есть места, где, скажем так, сразу и одна, потом другая, третья, то есть, попадается несколько, ну, в этом, в случае чего скамейку, я думаю, найдете, хотя, может быть, и не без труда, но все-таки это лесопарк, с упором все-таки на лес, вот, поэтому, ну, здесь в любом случае побывать стоит, если кто-то не был, то обязательно сюда надо прийти, конечно, погулять, просто, даже без всяких сомнений, вот, ну, и даже, что если был, еще раз прийти всегда хорошо, здесь одно удовольствие погулять, вот, тебе никаких камер, никакой плитки, никаких всяких страшных, каких-то там этих, тапиарных фигур, там, малых ритурных форм, каких-то, нет, слава богу, здесь ничего вы этого не встретите, и даже всякие там спортивные площадки, а не то, как правило, такой естественного характера, поэтому, в этом смысле, вот, здесь раздолье для тех, кто любит природу, любит по-настоящему отдохнуть, ну, действительно можно отдохнуть полноценно, вот здесь можно сказать совершенно четко и точно, ну, такая вот скамейка, да, нехитрая, ну, тут, извините, без спинок, там, да, вот, не до жиру, но всегда присесть можно отдохнуть, конечно, можно было бы со спинкой сделать, скажем так, да, вот, но уж как есть, вот, ну, а так, в основном, здесь люди все-таки больше именно гуляют, ходят, занимаются физкультурой, нежели так вот, отсиживаются, скажем так, вот, и вот так вот идете, здесь видите, как получается, что, скажем так, конечно, рассказывать что-либо сложно в том смысле, что здесь одни деревья, то есть это лес, лес, он есть лес, алексе всегда рассказывать не так, не так легко, потому что здесь, скажем так, ничего такого особо интересного, в плане там какого-то, знаете, объектов каких-то, да, может быть, в общем-то нету, ну, смотрите, лес с одной стороны, лес с другой стороны, здесь надо просто идти наслаждаться, пением птичек, скажем так, свежим воздухом, красотой природы, разными видами, ландшафтами, то есть, это самое главное в лесу, конечно, для этого, собственно, мы и приходим в лес, ну, а всякие там какие-то, извините, там, интересности, да, это, наверное, все-таки немножко не сюда, тогда лучше уж идти в парк, или там в какие-то другие места, скверы всякие, вы видите, сколько народу, здесь много, ну, давайте туда пойдем, вот здесь Лепитинский ручей протекает, например, да, вот тут как бы небольшая такая плотинка, и вот так протекает Лепитинский ручей, небольшие такие, как бы видовые, сделали такие площадки, здесь около, вот с другой стороны тоже, ну, ну, здесь, конечно, народ уже тоже, вот, видите, целая система там, вообще надо сказать, что здесь целая, раньше была такая целая система каналов, целая система со времен царя Алексея Михайловича, то есть 17 века, здесь было много прудов, сейчас осталось только часть тех, что было раньше когда-то, вот, а раньше было очень много прудов, вот здесь вот, на большой территории, который охватывал не только Измайловский лесопарк, но еще и дальше шла туда, в сторону, ну, сейчас нынешнего города Балашиха, да, там вот, где фактически объединялся с речкой Пехоркой, вот здесь речка Серебрянка протекает, много разных ручьев, там каналов и так далее, то есть очень такая большая была система, создана вот как раз при царе Алексея Михайловича, она шла фактически, там вот, от Хапиловки, ну, по сути дела, давайте так скажем, от реки Яуза нашла, эта система, дальше через речку Хапиловку, и дальше тут вот Серебрянка, разные ручьи, и дальше до речки Пехорки, вот это, линии электропередач, ЛЭП, видите, проходит, причем она считается самой старой линии ЛЭП вообще в России, она была создана здесь в начале 20 века, то еще до революции, по-моему, где-то в 13 или 15 году, представляете, то есть еще до советского времени, эта система, эта ЛЭП, она проходит от станции, то есть от Измайловского парка, там вот, где Измайловский проспект, там подстанция из Измайлова, и дальше она туда идет, вот до кольцевой дороги, то есть огромная, многокилометровая такая просека широкая, вот, и дальше идет она фактически до кольцевой, и дальше там до насосно-перекачивающей, там Южно-Измайловская, а часть туда идет дальше, то, что в сторону Балашихи, там до поселка 1 Мая, вот туда идет эта линия передач, очень такая длинная, ну и там проходить, конечно, лучше не надо, потому что вообще здесь довольно много заболоченности, имейте это в виду, и если вы, допустим, будете углубляться в лес, там много болот, вот, вообще тут вот, много каналов разных, много воды, много болот, вот в этом смысле, то есть пока идешь по дороге, вроде все кажется, ну что там, все нормально, лес как лес, но если стоит туда углубиться, и там на самом деле, подстерегает всякие такие вот моменты, так сказать, неожиданности, да, в виде болот, вот, и надо попаляется поляна всякие, от этой системы, о которой я говорил, да, соответственно, осталось сейчас, вот, в настоящий момент, несколько прудов, и часть каналов сохранилась, да, но уже, конечно, та система, которая была, вот именно как целая, такая, именно как система, она фактически уже, в общем-то, разрушена, да, то есть, какой она была, вот при царе Алексея Михайловича, уже ее фактически, сейчас, в общем-то, нет, остались только, ну, какие-то остатки, того, что было когда-то, ну, наверное, здесь плавали, скорее всего, да, то есть, как-то, пользуюсь этой системой, как-то ее использовали, сейчас уже этого нету, и только лишь, какие-то части этой системы сохранились, вот, и здесь, конечно, самое главное, это вот этот лебедянский пруд, он название, ну, то, что тут ручьи всякие, да, вот один из таких вот ручьев, тоже здесь вот есть, видите, он даже тут отделан, вот, рядом с лебедянским прудом просекает, но название лебедянский пруд, сейчас мы его увидим, вот он как раз здесь находится, вот, и здесь, конечно, центр протяжения многих людей, раньше здесь купались, ловили рыбу, сейчас уже не купается, довольно опасно, здесь, вроде тут даже какое-то отравление пруда было, несколько лет назад, так что вся рыба сплыла, караси, вроде, и другие тоже рыбы, чем-то отравили тут рыбу, вот, даже, говорят, инфекции какие-то, время от времени тоже бывают, поэтому тут небезопасно, плюс тут к тому же, там мусора много, и всякие там разные какие-то, ну, предметы, скажем так, поэтому, были случаи смертельных, тот тут прыгал, потом и насмерть разбился, вот это есть лебедянский пруд, но название, кстати, такое, достаточно, может показаться странно, какой-то лебедянский, что это такое за странное название, но вообще изначально, это был лебедевский пруд, не лебедянский, а лебедевский, и вот тот пруд, который мы видим сейчас, это не тот пруд, который был при царе Алексея Михайловича, то есть он находился примерно здесь, раньше, вот такая метаморфоза произошла, да, то есть вот лебедевский пруд, его называли, ну, лебедевский, наверное, потому что лебеди были, скорее всего, поэтому, но точно, кстати, это неизвестно, то есть это одна из, скажем так, из вероятных, так сказать, именно версий, да, происхождения названия лебедевский пруд, ведь сейчас купаться запрещено, нельзя купаться, а раньше вот купались, да, ну, как раньше, именно в советское время, раньше это имеется в советское время, ну, и в до советское, там тоже купались, вот, а сейчас нельзя, да, ну, потому что все-таки пруд довольно сильно загрязненный, хотя считается, что вроде вода в нем довольно чистая, ну, знаете, как сказать, может быть, с виду кажется чистый, а здесь, ну, вот еще один такой, как бы, небольшой коллектор, да, ручья, а это плотина, кстати, вот мы сейчас прошли по плотине, и это плотина, она, ну, тоже, она здесь существовала, скажем так, еще тоже с давних времен, с времен царя Алексея Михайловича, еще 17 века, но видите, тут все постоянно велосипедисты, с одной, с другой стороны, вот вы обращаете внимание, да, на картинку, детей очень много здесь, очень много детей, они катаются, велосипед на самокатах, ну, так вот, эта плотина, она существовала здесь еще, тоже с 17 века, со времен царя Алексея Михайловича, а потом ее прорвало в советское время, и ее поменяли, но, по сути дела, вместо плотины, да, вот оно как было, так осталось, просто плотина, она уже, по сути, немножечко обновленная, скажем так, а сам по себе пруд, он новый, по сути дела, ну, как новый, то есть, он фактически был создан заново, в 1970-е годы, кто-то говорит в 75-м году, кто-то в 76-м, ну, где-то так, вот в таких вот моментах, потому что тот пруд, который был когда-то, вот этот лебедевский, не лебедянский, даже лебедевский, он был, ну, скажем так, по сути дела, прекратился существовать, был засыпан еще в 19 веке, то есть, он существовал с 17 по 19 век, старый пруд еще, примерно вот на этом месте, когда-то, ну, а потом его засыпали, все фактически, грубо говоря, о нем забыли, а потом решили возобновить, вот в 70-е годы, уже прошлого века, то есть, советское время, зачем, ну, не знаю, зачем, ну, зачем-то, вот решили возобновить, вот, какая-то была, наверное, причина, ну, наверное, все-таки в декоративных целях, именно просто для красоты, ну, зачем пруды создают, ну, по-разному, да, для технических целей, для декоративных, вот, для водно-хозяйственных каких-то целей, бытовых там, да, так далее, ну, разные могут быть причины, он тут бегает, да, на разные дистанции, как раз вот по этой кольцевой, она еще, почему-то кольцевая, чем она тут на велосипедах катается, еще для бега хороша, вот, потому что бежишь, да, допустим, по кругу, один круг, другой круг, так можно пробежать несколько кругов, ну, в зависимости, так сказать, от возможности организма, от дыхалки, как говорится, да, насколько хватит, на велосипеде можно кататься по кругу, сколько угодно кругов нарезать, ну, рыбаки тут сидят, особенно, когда карась тут хорошо раньше водил, сейчас, чуть не руками ловили, прям вылавливали, ну, сейчас не знаю, наверное, что-то водит, скажешь, какая-то рыба наверняка есть в пруду, но, уж, сколько, насколько, то есть, какое тут ее разнообразие рыбы, не знаю, и насколько уж, тем более, она пригодна, так сказать, для употребления в пищу, тут я бы, конечно, я бы такую рыбу, конечно, управлять не стал, все-таки мало, какие-то стоки, и народ все-таки много, хоть что-то там бросает, и так далее, в общем, конечно, рыбу из московских водоемов, конечно, так вот, есть только не специально, конечно, созданную, там, для платной рыбалки, там, где действительно можно более-менее спокойно есть, но это специально создают, там обычно карпов выпускают, так что, ну, вот рыбаки какие-то сидят, что-то, наверное, ловят, все-таки, может, вылавливают, ну, а так, просто половить рыбу, конечно, можно, вот тут прям бывает огромное количество людей, даже прям всем места не хватает, одни велосипеде, другие бегают, третий просто идут, тут прям иногда бывает целая демонстрация в хороший день, то есть народу здесь всегда много, но знаете, с другой стороны места всем хватает, и, в общем, особенно это отдых не обращает, потому что, в принципе, здесь достаточно тихо, спокойно, воздух все равно приятный, тут вот, видите, по дороге прям попадаются иногда турники всякие, там разные такие вот приспособления для физкультуры, многие занимаются тоже, так что, в принципе, здесь в любом случае какой-то такой скученности нет, это точно можно сказать, то есть, в этом плане, в общем-то, все как-то получают удовольствие здесь, слава богу, что такой вот остался уголок, где действительно можно нормально, спокойно отдохнуть, без всякого вот этого благоустройства, так называемого, без всяких каких современных прибамбасов, ненужных совершенно, вот, которые только все портят, а здесь действительно вот приятно, хорошее такое вот место, вот видите, это все вот Лебедянский пруд, ну а почему назвали Лебедянский, не знаю, вместо Лебедевского, был Лебедевский, стал Лебедянский, вообще есть такой город Лебедянь, конечно, да, по которым названа Лебедянская улица, у нас в Москве, вот, да, там, где Загорье находится. Ну, это сейчас, получается, восточный Бирюлево район, ну, это на юге Москвы. Ну, там по городу Лебедянь находится он где-то в какой-то области, в Тамбовской, что ли, да? Вот. Ну, а этот пруд, ну, вряд ли по этому городу, скорее, все-таки, наверное, тоже от Лебедей. То есть, как-то переделали название из Лебедевского стал Лебедянский. Ну, как-то так. Ну, может быть, просто неправильное какое-то название, оно потом закрепилось, так тоже бывает. Ну, там волейбол играет, не знаю, видно, вот, на заднем они там, площадка для волейбола. Прямо вот среди газона, очень красиво, приятно. Вот так, в принципе, и надо, очень хорошо, так, хорошо, на природе прям поиграть. Самое такое удовольствие. Никаких, никакой тебе резины, никаких тебе там каких-то площадок искусственных, да, все, естественно, нормально. Ну, такие виды красивые, живописные. Ну, там он уже снова Большой Ваньковский, там, и так далее. Ну, в общем, все такое. Ну, тут одуванчики растут, никто их, слава богу, не косят, как это в Москве уже все там вскосили, да, почти красоту всю, вот, уничтожили практически, да, во многих местах, по крайней мере, вот. Здесь все, слава богу, вот, сохраняется, и никакой тяжелой техники здесь ничего, слава богу, пока, по крайней, этого нет. Ну, вот, это, собственно, вот здесь проходит граница Ивана, район Ивановской, а дальше это не значит, что здесь можно все окончить, прогулку. Можно дальше туда уже идти в Измайлово по этой кольцевой дороге, на пасеку пойти, там, по пасечной аллее, вот, можно вот туда чуть в сторону, вот по этой дорожке, может туда вот, если пройти, если туда идти, там на шоссе энтузиастов можно выйти, вот, там, на автобус сесть, допустим, доехать, например, на метро шоссе энтузиастов, так можно, допустим, сделать, да. Если хотите продолжить прогулку, ну, тогда, значит, можно направо повернуть туда, вот, где мы шли, там, от пруда направо, и там дальше по пасечной аллее, там, через пасеку пройти на другие пруды, там еще другие пруды, есть Красный пруд, Совхозный пруд есть, Ольховый есть пруд. Ну, в общем, и там тоже погулять и выйти на пергметро Измайловское, скажем. Так что возможности есть, смотрите сами по карте.